Ну что, для бешеной собаки 40 километров не круг, вернее все 60, 60 по местным локальным дорогам, это конечно вам не трахте видов. В общем, час 20 до моей ярмарки в одну сторону, будет остановочка, я так думаю, вон на бензоколонке, в Санидале. Вот, начинается, вернее отпуск продолжается, но он уже трансформируется в отпуск, как бы я тут обозвать-то, рабочие, увлеченные, сплошное увлечение, ярмарками и так далее и тому подобное. Ну, в общем, будет у меня 10 смен на ярмарках за следующие 2 недели. В общем, сколько у нас там получается, 14 дней, 10 смен, в общем, 4 дня выходных между, иногда там по 4 ярмарки одна за одной, ну вернее смен, иногда там 1 день выходной, иногда 2 дня выходных. Ну, в общем, короче, будем кататься, трахте видов, тибедов. Остановилась на этом самом, вот видела фанту виноградную. Я такого ещё не видела, вот решила купить, попробовать. Ну и заодно этот самый, вот такой, bubble tea, чаёк с бомбельками, с такими бомбельками. Вот, так что, я готова к подвигам. Не выдержала, открыла. Вкус Изабеллы. Не девушки, а вот сорта винограда Изабелла. Очень вкусно. Что тут у нас? О-о-о, сахар, да. Это у нас не для похудения. Ну, зараза, очень вкусная. В общем, приехала я. А раньше времени, получается, час десять мне ехать. Я что-то как-то... Ну, в общем, полтора часа. По сути дела, если так спокойно выехать, зайти в магазин, выйти из магазина. Я в своё время даже брошюрку сделала о своём мыле. Какое мыло, как работает. Думаю, положу. Пусть будет. Хай-хай! Сегодня у меня на кухне дежурство. Кофе сделала. Чашечки поставила. Сюда будем класть вафли, те, кто закажут. Два вида вареницы. Одно малиновое. Второе клубничное. Здесь всё подготовлено. Подготовлено. А вот здесь у нас вот эта вкусняшка, из которой вафля была печь. На чём будем печь? Вот такая вафля... 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 Также у нас есть... Ну, в общем, кофе, вафли, мороженое. И вот, как я говорила, это самое софт. То бишь морс. Вот здесь у нас мороженца лежит. Ням-ням. Так что, кому очень не жарко, можно насладиться отпуском. Ещё у нас множество замороженных булок. Есть такие кранцы каки, стэнгер. И это вот чем-то по вкусу они напоминают киевский торт. Вот это просит. Но они в виде таких сосисочек. В виде очень вкусных. С кофейком. Просто мечта. Булки разнообразные. На улице стоит ещё зеленушка. Здесь у нас продаётся разнообразная зеленушка. Достаточно дёшево. В общем, можно купить, посадить возле своей дачки. Многолетники. И они будут вам расти. И-и-и-и-и. И вы будете им наслаждаться. Может, вам нужен такой дракушек. Смотрите, какой кроссовчик. Или совушка. Очень мне нравятся вот эти изделия. Я просто не могу оторвать взгляд. Потрясающе красоты. Здесь вот это напоминание. Когда я смотрю на вот эти разнообразные дорожки. Как у бабушки было. Такие тканые дорожки. Разных-разных кусочков. И здесь, когда приехала сюда, в Норвегию. Когда я увидела, что они ткут. Такие же дорожки. Это для меня было таким большим удивлением. Просто не передать. В общем, здесь делают маленькие, большие. Но это уже такое, как бы, авансердж. Такая очень серьёзная работа. Ну, вот такие вот дорожечки. Разная стоимость. Разная длина. Полтора метра, два метра. Можно выбрать разнообразные. Я балдею. Я в своё время купила себе таких светлых дорожек. Ну, приблизительно вот такого типа. Но только немножко белые. С розовизной. С розовеньким. Чуть-чуть. Такое едва уловимое. В общем, балдею. Не знаю. Я когда приехала сюда, мне казалось. Нам нужны ковры. А потом я вот так прикипела к этим дорожкам. Я наслаждаюсь ими. И что мне ещё очень нравится. Они делают такие дорожечки. Ну, вот, к примеру, как вот эта. Она очень маленькая, да? Сколько здесь? Один метр? Ну, чуть больше метра, да? Смотрите. Их же можно положить в ванну, в туалет. Они прекрасно стираются. Вот. Можно найти подходящий цвет. Можно... Ну, я не знаю насчёт заказа, но найти подходящий можно всегда. Отпросилась сбегать в магазин. Думаю, что-нибудь вкусненького прикупить. А тут такие колокольчики изумительные. Просто душа радуется. Здесь очень популярны такие шкурки, вечи. Они разные бывают, но в данном случае это коричневая. Вот здесь ещё несколько вариантов. Беленькая, коричневая. Очень любят норвежцы. Такие вещи на дачах, зимой, закутаться, залечь на эти шкур, тепло. Вообще балдюш. Любят класть вот эти шкурки в колясочки для детей. Зимой их укрывают, и детишки дрыхнут на свежем воздухе. Зимой их укрывают, и детишки дрыхнут на свежем воздухе. 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 Как хорошо. я прям нырнула в воду как нырнула так и с головой но это так приятно после жаркого дня на ярмарке балдюш люблю останавливаться здесь всегда есть возможность купонуться хотя бы на пару минут но остыть обожаю это место все теперь можно ехать домой с горячим ветерком вроде как на море съездила на отдых машин целое море когда будет уже ярмарка заканчиваться здесь практически не останется ни одной машины в конце августа когда закончится феля сфере общие каникулы большинство просто и и едет домой тюсик ты мне приготовил рабочие арбайцубга вы рабочие задания до вчера привезла теперь все на скажи я поставил теперь пили давай чё ты тут дурака валяла на ярмарке да давай работать пора работать работа ждет скажи мать дети она сила я тут прям весь изголодался на королевском троне подать тяпки на ляпки нажрать его буду капусточка пожелтела зато оранжевые лилии просто разрослись и красные вот-вот-вот-вот-вот заколосятся даже хрен уши поднял нет я соврала вот даже две лилии расцвели ты мау тут я тут я иди сюда иди сюда да ты видишь какой у нас тут крен шикарный тюсик это все твои удобрения помогли если б не ты так бы он и стоял с опущенными ушами панки а у нас тут оказывается вот эта красота прям так и лезет на свободу с чистой совестью и что ты какая тут у нас что там тоже немножечко видно петрушечка вот это очень хорошо подняла ушки а это такая прям лежит ну может быть немножко она тяжеловатая поэтому не хватает ей силы на подъем а укропчик то как хорош ух да тёпся укропчик то у нас вообще прям ох а это просто произведение искусства heavy metal rock в чем нет разве нет вон там наши два этих поднял козу диризу сделал из тылу покажу огурцы скаласятся хрен стоит огурцы висят вообще прям какой-то даже малинка уже начало созревать красавица ну что ты тут в обмороке что ты в обмороке ты в обмороке ты мой ушастый друг уже это самое очень хорошо впитался впиталось масло уже даже не оставляет жирных этих отпечатков так что все сделала так как надо огурцы вообще потрясающе свежачок фокси глянь какая красота извините ракурс не совсем удачно но мы балдею хоть что-то хоть что-то отпуск продолжается дать все продолжается отпуск наслаждение новым лежбищем для котиков скажи я уже место поменял балдею этот красотун с одной стороны а с другой красотун что-то они у меня что один что второе влезли в харпайс это смола смола как ее называют на этом то ли сосна то ли елка и у одного задние лапы и у тюсика задние лапы не вы не вырвать эту смолу уже который день фоксик в ней ходит и этот он тоже засранец приехала сегодня с ярмарки у него задние лапы все в этом в этой смоле правильно прячь носу прячь туда там холодно пусть хвостом нос греет да вот так вот а вы думаете это вам не хухры мухры мы хвостиком а сапыру греем греем покrons греем думаете ст Субтитры сделал DimaTorzok